Евгения Капустина сегодня встречали в музее спортивной славы курорта. Там он рассказал о своем уникальном одиночном мотопробеге. Путешествие мотоциклист начал в родном Белгороде. Доехал до Владивостока и оттуда в Сочи. Цель – установить рекорд России – за 30 дней преодолеть 36 тысяч километров. В итоге намотал больше 37. Можно было бы ехать и больше. Дороги у нас в России становятся лучше. Где они были разбиты, их ремонтируют. Нет такого, что дорога разбита, она заброшена, никому не нужна. Ситуация сейчас улучшается. В пути мотоциклиста постигло немало неудач. Поломки, травмы, ночлег под открытым небом. А еще погода подвелась. 30 дней, всего 4, не шел дождь. По дороге Евгений Капустин много фотографировал. Говорит, в восторге от масштабов России и ее уникальной природы. Он проехал десятки городов. Там, где останавливался на ночлег, обязательно встречался с местными байкерами. Удивился гостеприимству нашего народа. У нас есть такая в России система мотопостов. И ты едешь из одного города в другой, и тебя там встречают. И тебя там помогут, накормят там, если надо там. Ну, все сделают. Я такого нигде не встречал в мире. И все это очень гостеприимно. Ты едешь, только за бензин платишь, и все. Путешествовать по России очень приятно. Мотопробег он назвал «Открой Россию всему миру», а посвятил его предстоящему Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. Ведь Евгений Капустин не только мотоциклист с 15-летним стажем. В родном Белгороде он руководит Центром международного образования и сотрудничества Технологического университета. Работает с иностранными студентами. Руководство вуза даже вышло с героем на связь по скайпу. Основная задача фестиваля – это показать самобытность России, ее просторы, показать народность, показать Россию действительно изнутри. На самом деле это очень красивая, необъятная страна, и этот мотопробег в очередной раз это, конечно, подтверждает. Это не первый мотопробег Капустина. Самое его длинное путешествие – это 70 тысяч километров за 5 месяцев по 30 странам в честь 70-летия Победы. И не последнее, говорит Евгений. В России еще очень много мест, где он хотел бы побывать. А еще Евгений Капустин признался, что очень любит Сочи, бывал здесь не раз и обязательно вернется – на фестиваль молодежи. А пока он подарил музею спортивной славы футболку с символикой фестиваля, личной подписью и пожеланием удачи.